Орландо Каради представляет Производство Мондо Ти Ви Италия Продолжение следует... Тайна Медальонов Я подождал немного, прежде чем будить Августина Ой, что это? Эй, минутку Эй Где это мы? Мы все еще летим? Тонки, проснись! Ты думаешь, мы на небесах? Я не могу поверить! Что вы тут делаете? Не могу поверить! Нет, конечно, это не небеса! Людвиг! Конечно, а кто же еще? Хочешь сказать, мы в джунглях? А ты их не узнаешь? Мои бедные друзья! Вы что, не помните? Мы же здесь живем! Как мы могли здесь оказаться? Мы же возвращались к Килиманджаро! Наверное, я сплю! Тогда я тебя разбужу! Джунгли? Как это возможно? Наверное, простуда! Подожди, надо все обдумать! Вот! На что лучше? Все проснулись! Ну, пираты! Балу! Флэш! Идите к себе! Я рад вас видеть! А мы-то как? Прошло два года! Мы так рады тебя видеть! Всю дорогу пешком до самой Килиманджаро! Какой Килиманджаро? Вы в джунглях! В джунглях? А как вы могли? Так, король орлов тоже здесь? Вы в джунглях? Мы правда в джунглях! Да как мы здесь учтились? Мы летели домой с королем орлов! Ну вот, я говорю, он тоже здесь? Да, да, здесь! Я вижу, ты поел меду, Балу! Я бы посчитала, сколько на нем чилиных укосов! На! Ни одного! Мы с пчелами заключили договор, они мне больше не жалят! Думает, большое облегчение! Поймался, поймался, Балун! Вы вернулись навсегда! Да? Нет, Балу, мы возвращались к Симбии и непонятно, как очутились здесь! Мы не понимаем, что происходит! Мы упали слепо! Видать, это какое-то волшебство! Но мы не знаем, какое! Ну, так расскажите поподробнее, что произошло! Вы не поверите! Толстые, тонкие, как из-под земли выросли, когда я был у Баки! А вы долго пробыли в изумрудном лесу? Мы ничего не знаем! Это было все очень странно! Пусть Орел закончит историю! Я уверен, ему есть что сказать! Да, мы с пиратами летели домой, попали в сильную бурю! Их стулы с моей спины! Они стали падать вниз, я поймал их, а потом... Вспышка! Я хочу найти наших друзей, тонкого и толстого! Покажи их мне! Пусть они предстанут перед нами, как делают тетю Шеннон! Я хочу найти тонкого и толстого! Пусть они явятся! Покажи их мне! Покажи их мне! Ну же, Люс, сосредоточься! Сильнее, давай! Не получается! Попробуй еще раз, Люс! Хорошо! Сосредоточься, ладно? Ну, давай! Давай! Давай, Люс! Хорошо! Я хочу найти тонкого и толстого! Пусть они предстанут передо мной! Покажи мне, куда исчезли наши друзья! Пошли, невидение! Чтобы узнать, как поживают наши друзья! Покажи мне! Дай мне силы увидеть их! Я что-то вижу! Вот, я вижу! Это... Это той! О, проклятие! Не сдавайся! На этот раз почти получилось! Ну, Люс! Ну, Люс! Бамбина и Кимба в большой беде! Нет! Баки! Мама! Мама! Сюда, милый, быстро! Мама! Я думал, я изгнал тебя, трус! Зачем ты вернулся? Я сказал тебе, убирайся! Вы в порядке? Он это сделал! Беда едва не случилась! Я думал, что Баки не успеет! Почему бы нам не посмотреть, как поживают наши друзья в джунглях? Как пираты оказались в джунглях? Пираты предстанут передо мной, прошу! Докажи мне, что сила, которая дала Мишелон, действует! Вот так, Люс, продолжай! Пусть наши друзья тонкие и толстые явятся! Ты слишком легко сдаёшься, Люс! Так нельзя, постарайся ещё! Думаешь, это легко, но я устала! Я уверена, ты сможешь! Кажется, да, но, может, я о чём-то забыла? Я помню, она сложила лапы, а затем сосредоточилась, чтобы пираты появились! Покажи мне, куда пропали тонкие и толстые! Видишь, ничего сложного тут нет, Люс! Попробуй! Конечно, ничего сложного! У тебя ведь есть магия! Шеннон передала тебе свои силы! Думаю, я ещё слишком мала, чтобы пользоваться ими! Она об этом ничего не говорила! Просто ты не хочешь попробовать! Что происходит? Ничего такого! Люс не может сосредоточиться! Это нормально! Она ещё мала! Я стараюсь, папа! У меня не получается! Люс, ты должна быть терпеливой! И к тебе это тоже относится, Виннер! Я не буду на тебя давить, но тебе нужно тренироваться! Отлично! Но не перестарайтесь, хорошо? Хорошо! Давай ещё, давай! Пробуй! Эй! Силы Шеннон! Силы Шеннон! Помогите! Что случилось? Что происходит? Что происходит, сэр? Не знаю, кто-то вызывает лавину! Покажи, Строус! Вот ты где! Это не ты! Вот здесь ты! Минутка! Минутка! Генерал! Я думал, неприятности! Я думал поспать! Я думал, нам предстоит ещё один небольшой визит! Генерал, у нас опасная ситуация! Простите ваше личное, что мне нужно поговорить с генералом! Что такое? Дело встает так, сэр! Проблемы? Нет, сэр! Кое-какая проблема, которая требует моего присутствия! Простите, номер один! Простите, номер один! Сэр, десантник признателен вам защиту, сэр! Ну, не за что! Язур! Принц храбрый котёнок, но ему нужно научиться контролировать силы! Это придёт со временем! Он взрывает камни, так? Да, сэр! Но на этот раз осколки падали слишком близко! Это опасно! Вы правы, генерал! Если он будет полагаться только на свои волшебные силы, в битве ему никогда не стать истинным королём! Полностью согласен, Ваше Величество! Настоящий победитель полагается на свой разум, а не на волшебство! Аддиз! Вольно! Сынок, твоих звёздных сил недостаточно, чтобы биться с тигром! Пока, Джуниор! Павел, ты ошибаешься! Сегодня я уже 10 раз одолел тигра! Вот об этом и я говорю, Джуниор! Ты должен одолеть тигра с первого раза, или он останется победителем! Отныне ты будешь пользоваться силой звёзд только, когда я скажу! Я помогу тебе тренироваться, чтобы никто не пострадал! Я научу тебя управлять силой звёзд! Хорошо, папа! Победитель! Думаю, на этот раз у меня получится! Хорошо, Люс! Но это последняя попытка! Потом прекращаем! Да! Начинаем! Я хочу увидеть моих друзей тонкого и толстого! Покажи их мне! Я хочу видеть пиратов прямо сейчас! Покажи мне, куда исчезли тонкие и толстые! Я хочу видеть их сейчас же! Продолжай, Люс! Получается! Концентрируйся на пиратах! Тонкие и толстые! Представьте моё видение! Где вы? Где вы? Я видеть передо мной пираты! Мы скучаем по вам! Мы хотим вас видеть! Давай, давай! Покажи их мне! Ну, давай! Покажи их мне! Я их вижу, что ты вроде крыс! Я Рацес Второй! Для меня честь быть вызванным такой могущественной силой! Вы принцесса? Да, принцесса! Я ищу своих друзей тонкого и толстого! Пиратов! Для этого я явился! Прости, мы прежде встречались! Мне кажется, что я тебя знала! Я хранитель золотых медальонов! Золотых медальонов! Твой портрет на медалях! Ты знаешь их секрет? Конечно! Все эти годы я ждал, когда смогу его поведать! Я расскажу вам секрет медалей! И вы сможете открыть его своим друзьям, тонкому и толстому! Вы из Египта? Вы живете в пирамиде? О, да! Живу уже много тысяч лет! Тысяч? Прощайте, маленькие друзья! Не поверишь! Каким все кажется маленьким, когда летишь! Да, крошечным! Было весело! Пока не началась буря! А потом мы не смогли удержаться! Свалились орла и стали падать! И когда орел наконец поймал нас, мы увидели большую вспышку света! И вот теперь мы вот здесь говорим с тобой! Может, это была просто молния? Нет, не молния! Та же вспышка забросила нас в изумрудный лес! Баки думает, это связано с нашими медалями! Мне кажется, вы все сегодня слишком серьезно настроены! Вы угнетены! Меланхолии! Так не годится, когда мы наконец-то встретились через два года! Что скажете, если мы споем и станцуем под нашу любимую песню джунглей? Давайте, развеселимся! Итак, я объявляю открытую вечеринку! В честь возвращения наших пиратов, короля орлов, танцуем под мелодию джунглей! Эта мелодия навевает столько воспоминаний! Интересно, что они празднуют сегодня! О, Боже! Это же тонкий толстый! Да, Тодзиакомпания! Не могу поверить! Добро пожаловать домой! Как же мы давно не виделись! Как выживаете! Похоже, пираты думать забыли про Симбу, которая с ума сходит от беспокойства! Где могут быть пираты? Где? Симба, угадай, что произошло! Люл знает, почему исчезли тонкий толстый! Правда, у нее было видение? Пошли! У тебя было первое видение, дорогая! Симба уже идет, Люлз! Папа, папа, получилось! Я огоржусь тобой! Так как же нам вернуть пиратов? Мы не можем! Это зависит от них! Ты знаешь секрет! Но тонкий толстый даже не подозревает о нем, что ты имеешь в виду, Люлз! Они этого не знают, но нажимая на медаль, они могут перемещаться! Сначала им нужно подумать о том, где им хотелось бы оказаться, а потом надавить на нос процесса второго! Не только они это могут делать! Можно найти способ рассказать им об этом! Но как же это сделать? Мы... Секунду! Я знаю! Единственное, кто может нам помочь, это Арбор! Да, Арбор! Он всегда готов прийти на помощь! Давайте сосредоточимся и вызовем его! Здравствуйте, друзья! Чем я могу вам помочь? Спасибо, что пришел! Тонкий толстый исчезли! Ну, я слышал, они сейчас в джунглях у ваших старых друзей! Привет, Арбор! Это я! Нам нужно, чтобы ты передал пирантам весточку об их медалях! О тех, которые из Египта? Да, мы знаем о них кое-что, чего они не знают! Привет, Арбор! Сегодня я говорила с крысой по имени Роцес-2 И он сказал, что, надавив на нос, его портреты на медалях тонкий и толстый могут перемещаться в пространстве! Понятно! Вот как они оказались в джунглях! Они, наверное, случайно нажали на нос по пути сюда! Должен сказать, Симба-Люс очень похожа на Шеннон! Виннер! Да! Я передам тайну медальонов нашим друзьям! Спасибо! Что до тебя, принцесса-Люс! Когда-нибудь ты станешь такой же мудрой и сильной, как Шеннон! Прощайте, друзья мои! Еще увидимся! Так Баки женился, у него родился ребенок! Да! Очаровательный малыш! Он вообще бегает за своей мамочкой! Хотел бы я это видеть! Я тоже, я скучаю по ним! Что это за умник? Что ты делаешь? Арбор! Симба беспокоится, а вы здесь развлекаетесь! Он передал со мной послание! О чем оно? Он в беде? Расскажи, Арбор! На кого похожи дети Симбы? Его сын Джонниор – точная копия Симбы! А его дочь? Помнишь львицу, Шеннон? Разумеется, волшебница! Так вот, принцесса явно унаследовала ее силу! Она узнала, как пираты оказались здесь! Она узнает, что это была за вспышка? Да, она знает, какое волшебство поможет вам вернуться к Симбе! Так это волшебство! А как-то она об этом знает, а мы нет! Она говорила с Рассказом Вторым, он сказал, что нажав на его нос, вы можете перенестись куда хотите, и окажетесь там сейчас же! Не нажимайте пока, подождите! Не оставляйте меня здесь, я ведь тоже приземлился с вами, не забыли? Я хочу назад! Да мы знаем, но как нам это сделать? Что, если забраться бы на спину, как тот раз, когда он летел? Хорошо, залезайтесь, но держитесь покрепче на этот раз! Почему вы так поторопитесь нас покинуть? Останетесь ненадолго! Да мы скоро вернемся, если у нас все получится! Я надеюсь, Арбер запомнил все, что нужно передать! Уверена, они скоро будут здесь! Привет! Привет! Привет, получилось! Я докрада! Я собираюсь спеть песню в честь вашего возвращения! Не, не пой! Ты все испортишь! Ваша королевская и ясновидящие высочества, благодарим вас, что раскрыли секрет наших медальонов! Это по-королевски! Ваше величество! Друзья, как поживают джунгли? Почему обо тебе самому это не узнать? Я не могу бросить семью! Об этом не может быть и речи! Раз-два, раз-два! Давай, все вместе! Багира, Симба! Давно не виделись! Да, давненько, друг мой! Это, оказывается, так легко, ребята! Смотри, какие у тебя дети! Баки могут быть с нами! Видите, лес не так далеко! Это все очень легко! С нашей помощью! Ну, скорее, друзья! Ну, что ж, я нажимаю! Ну, что ж, я нажимаю! Тонкий и Толстый узнали о главной силе своих медальонов! О том, что они в мгновение ока преодолевают огромные расстояния! Благодаря их Сидли, все наши друзья в джунглях смогут видеться друг с другом, когда захотят! А Люсь, Джуниор и Кимба будут расти вместе, как и их отцы! Фильм озвучен на студии СОУЛПРО по заказу кинокомпании «Русский фильм» в 2008 году. Роли озвучивали Екатерина Харабельник и Алексей Шатхин. Роли озвучивали Екатерина Харабельник и Алексей Шатхин. Роли озвучивали Екатерина Харабельник и Алексей Шатхин. โдянь, Экатерина Харабельник и Алексей Шатхин.